Когда мы выходим на вершину, у нас эйфория, ощущение того, что мы преодолели себя. Но в тот момент, когда тебе становится страшно, страх заслоняет всё. И моя цель как раз убедить людей в том, что они смогут. Восхождение – это всегда ответственный момент. То есть все участники, все готовятся к нему, это как экзамен. В Крыму все восхождения – это стены. Даже простое какое-то восхождение – это всегда отрез, возможность каких-то срывов. Всё на пределе, всё напряжено. Смотришь под ноги, а под ногами там где-то внизу земля. Становится просто страшно. И у меня в группе девушка. Девушка, неуверенная в себе. Вообще сложно быть уверенным, когда перед тобой скала, она нависает над тобой, она давит. А ты подходишь, она выше, выше, выше. Не дрогнуть очень сложно. Тут ещё, как назло, погода испортилась. Набежали облака и начал накрапывать дождик. И в какой-то момент просто я вижу, как она ставит ногу на ровный камень. Камень был мокрый, нога соскользнула. И она замирает, выжимается в камень, прижимается. В её глазах стоит страх. И я понимаю, что она очень хочет вниз, очень хочет. Поверьте, когда я подошёл к ней, у меня тоже проскользнула мысль. Господи, зачем я здесь, что я делаю? Что у меня дома не сиделось? Дома хорошо, дома кот, чай, плед. Вот сейчас она соскальзывает, срывает меня, мы облетим. Ну и я подхожу к ней, кладу руку на спину так. И говорю, если сейчас страшно, да, страшно, всем страшно, мне страшно. Я сегодня утром, выходя, сказал, что ты можешь сделать этот шаг. Я доверяю тебе жизнь наших парней, жизнь нашей группы, свою жизнь. И верю, что ты способна это сделать. Если ты мне доверяешь, то давай сейчас мы сделаем этот шаг вместе. Если будет страшно, пой песню. Может, про тебя, может, слух. Она поняла, что она не одна, что она со мной, что я помогу, что я ей доверяю. Она успокоилась метров 20 по скале. Мы шли где-то рядом, я был рядом с ней. Потом я стал ее отпускать дальше, дальше, дальше. Пару раз я слышал обрывки песен, что ей действительно страшно. Она пела. Весь альпинизм, он весь построен на доверии. Когда альпинист отходит на шаг от земли, он уже доверяет своему страхующему. Он знает, что если страхующий где-то отвлекся, альпиниста не спасти. И в этом-то, собственно, и заключается искусство хранить верность себе, такое спокойствие железобетонное, быть уверенным, что у тебя получится. Почему получится? Потому что мне доверяют, потому что все в моих руках. И если люди верят в меня, значит, и у меня все получится.